Вот мы и пришли к тому месту, где предполагаем, что здесь лежат останки расстрелянные в городе Рубцовске. А что эти плиты здесь делают, бетон какой-то? Ну, по всем признакам, там вот брус деревянный, вроде как сделано, что это эстакада. Я так предполагаю, что это место, оно было замаскировано. Сергей Колчин искал это место несколько лет. Неприметное, скрытое от глаз густыми зарослями. Как и многие жители Рубцовска, он с детства знал, что где-то рядом с городом до войны приводили в исполнение расстрельные приговоры. Но где точно, неизвестно. Не знали, даже в КГБ, еще в начале 90-х, один из родственников погибших получил вот такой ответ. Сведения о месте расстрела вашего отца в уголовном деле отсутствуют. Можно предположить, что он в числе других лиц был расстрелян в городе Рубцовске. Место его захоронения, к сожалению, установить также не представилось возможным, поскольку личные дела осужденных за давностью лет не сохранились. Но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Сергей тщательно собирал показания свидетелей, воспоминания. И все указывали на одно и то же место. Его старые родственники, там бабушка говорила, что на этом полуострове, в этой заблоке, у них был участок. И она ему показывала, именно вот в этом направлении, увидела, что там копались от сотрудников МКВД. По прямым косвенным данным, по воспоминаниям местных жителей, здесь расстреливали, что называется, в два этапа. На рубеже 20-х и 30-х годов 20-го века и в середине 30-х годов в течение нескольких лет здесь были казнены и захоронены более 200 человек, чьи родственники до сих пор не знают, где покоится их прах. Несколько месяцев назад, как говорится, звезды сошлись. К нему обратились родственники одного из погибших с просьбой найти точное место казни. К делу подключилась и Рубцовская епархия. В списке расстрелянных, как минимум, двое священников. Кстати, все они реабилитированы посмертно. Елена Бычкова, представитель епархии, показывает нам копии уголовных дел. Страшный приговор – расстрелять, семью выслать на север. Она уверена, если семье удалось выжить, им важно знать, где покоится их предок. Как и многим другим семьям из разных регионов страны, которые долгие годы искали следы своих пропавших родственников. Но для этого на указанном месте нужно провести раскопки, поднять останки. В епархии говорят, что уже есть предварительная договоренность с поисковым отрядом из Белокурихи. В конце октября, начало ноября, у них два мероприятия. В Белокурихе проводится слет поисковых отрядов. Всероссийский слет. Мы отослали им всю документацию, которая у нас есть, и там будут решать. До этого времени в епархии надеются получить разрешение администрации Рубцовска на раскопки. С такой целью уже обратились в мэрию. В ближайшие дни ждут решения. Если предположения Сергея Колчина подтвердятся, и он верно определил место массового захоронения, то следующий за раскопками шаг – эксгумировать тела и перезахоронить их по христианскому обряду. Если по какой-то причине администрация откажет, то, как нам стало известно, ряд родственников намерены идти дальше и обращаться уже в федеральные структуры. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok